Ставится задача кластеризации образцов. Что означает? Допустим, какое-то производство выпускает некую продукцию. Получается, допустим, тысяча элементов этой продукции. И надо, грубо говоря, разделить на качество. Высшее качество, среднее качество и условно брак. Но у каждого такого образца имеется куча всяких свойств. Например, если я считаю телевизор, яркость изображения. Одно свойство. Один яркий, другой не яркий. Третий. Стабильность изображения. У него все отлично. Яркое изображение, но там торжит. Третье свойство. Качество отделки корпуса. Ну, там множество, может быть, характеристик, чувствительность этого прибора, надежность и так далее. Короче, у каждого образца может быть очень много характеристик. И вот надо распределить в зависимости от нашего естественного предпочтения к лучшему и к худшему, разделить эти образцы, допустим, на три категории, на три кластера. Это, может быть, даже и другие. Ну, например, люди. Один, так сказать, высокий – это хорошо. Ну, условно хорошо. Другие считают, что маленькие – хорошо. Другая характеристика. Он умный или глупый. Третья – добрый или злой. Четвертая – там, рыжий или блондин. Ну, короче, у каждого куча характеристик. Вот, надо бы как бы характеризовать. Конечно, это пример такой, может быть, не самый лучший. Но задача кластеризации стоит явно. Или вот самое актуальное. Вот прибор под микроскопом у исследователя. Какие-то бактерии. Вот он должен распределить. Вот он имеет их множество. Вот я даже их приверл. Вот такие вот цепочки. Цепочки. У одной, у одного, я не буду говорить о бактериях, потому что я не разбираюсь в бактериях. У одного элемента под микроскопом. Вот такая форма. Кстати, форма не меняется, условно. Если будет форма, если он будет так вот, как червячок ползать, ты вообще ничего не сделаешь. У него имеется такая форма. В форме, например, два раза после базы, если вот так корни, у меня корни, корни двойными чёточками. В начале. После этого корни он идёт два раза прямо, потом направо, а потом от этого прямо поворачивает налево. Ну, и здесь вот корень меняется у каждого формы. И вот надо определить, каким трем классам. Вот я рассматриваю в значительной примере. У меня пять образцов и три класса, три кластера. Куда надо их разместить? Ну, конечно, количество кластеров должно быть меньше, чем количество образцов. Причём, соответственно, здесь не самое реальное. Реально там их тысяча образцов и там три кластера. Ну, здесь тысяча, я не такую задачу не сумею решить в таких условиях. А вот, допустим, хотя бы пять образцов и три кластера. Ну, а какие кластеры? А мы понятия не имеем, какие кластеры. А там вот эта сеть, она называется кластеризация сеть Коханана. Потом я нарисую эту сеть, нейронная сеть. Она предполагает, что этих кластеров меньше. И они как бы свойствуют, и как бы мы знать, какие свойства это будет кластер. Например, если будем условно говорить, все образцы, у которых поворот сразу идёт налево, один, а другие, все остальные, другой кластер. Ну, там, допустим, вот этот один кластер, это сразу направо, а другой, это прямо, ну, судить по-первыхому. Но первый элемент, это не всё. Там ещё другие есть повороты. Поэтому, если оценить всю картину в целом, ну, что-то более умное. Ну, вот это такая сеть была придумана кластеризации. Я покажу на примере вот этого, этой задачки с пятью образцами и с тремя кластерами. Сначала графически. Ну, цифры, это дело нехитрое, я потом это приведу и цифры, а пока вопрос графический. Будем считать, что у нас некоторые энномерные пространства. Ну, энномерные не нарисуешь, а двумерные можно. Что такое энмерные пространства? Значит, каждый вектор в этом энмерном пространстве имеет энн характеристики. Это, кстати, те самые характеристики, о которых говорили там, рост, вес, там, доброта, блондин, брюнет и так далее. То есть вот эти характеристики, то есть вот каждая координата этого вектора в энмерном пространстве это некая характеристика образца. И вот эти вектора, ну, я повторю, с виду пока для простаты, с виду умерной сдачи, эти вектора, я их обозначил красным цветом, красным. У меня вот их пять этих вот кластеров, нет, пять образцов, а черт, я сделал кластеры. Кластеры, это, вообще говоря, сначала случайным образом ставится. Вот я взял, эти случайные образы поставил. Кстати, что значит я поставил вот этот вектор, таким образом? Значит, я задал заранее у координаты. Если речь идет о двумерном, то эти координаты будут там минус один и плюс один, если показать эти точки и так далее, если считать начало координат. Но, естественно, в пяти, и в более мерном пространстве там будет больше координат. В общем, главное, чтобы мы задали условно эти вектора. Сначала случайно. Вообще говоря, выбор вот этих начальных кластеров, это целая проблема, она еще не до конца изучена. Разные варианты есть. Первый вариант, это просто случайно распределить. Потом вот эту вот, эту сферу разделить на равные доли. И вот так вот равномерно распределить. То есть здесь, грубо говоря, если по 120 градусов распределить, это будет первоначальное положение кластеров. Дальше происходит следующее. Вот когда мы задали кластеры и образцы, во-первых, вам должны помнить, что образцы недвижимые. Мы их не можем менять. То есть вот какой он родился, этот образец, какой там, допустим, телевизор выпустили, так он и есть. Нам наша задача поместить его в первый сорт, там второй сорт, третий сорт. То есть мы меняем что? Характеристики этих сортов. То есть у нас кластеры будут двигаться сейчас. Как будут двигаться, сейчас скажу. Ну, во-первых, определяется расстояние между образцами и кластерами. Ну, если записать формулу, то формула-то будет проста. Она вычитывается просто как скалярное произведение. Значит, это будет... Ну, если кластер у нас W, у него имеются характеристики, обозначенные координаты. Ну, например, W маленькая, W заглавная, W, то вот такая сумма называется скалярное произведение векторов. То есть группы, скалярное произведение векторов. Вот. W и T, вот только если надо вверху поставить значок какого кластера. Допустим, мы хотим расстояние вычислить между кластером W2 и X5. Это вот W2. Поставим 2 в круглых скоках, чтобы не путать, что это квадрат. Умножаем на X и T и тоже... Ну, в данном случае у меня проверяю... Вообще, надо проверять все. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Это, допустим, какой-то N3. Сначала N3. N3. Вот этот вес это расстояние. Ну, пускай расстояние R. Когда это... Как это значит R? R расстояние между вторым... Ну, я взял второе, вообще все надо перебрать. Между вторым и N3. Между вторым кластером и N3 образцом. Вот вычитаем. Ну и дальше все очень просто. Находим, какое самое большое скалярное произведение. А вы помните, скалярное произведение чем больше, тем ближе два вектора. То есть вот, если два вектора совпадают, то скалярное произведение вообще бы традиционное, сказать, школьное, равно единице. Косинус нуля это единица. А когда они далеко друг от друга отстают, то меньше. Так вот, мы вычитываем по максимуму. Чем ближе, чем ближе вектора и кластеры друг к другу, тем больше вот эта сумма. Вот мы просчитываем вот эти ρ по всем сначала кластерам одного образца. То есть берем, например, образец 1. Ищем максимум. Максимум. мы все перебираем все кластеры. Это у нас двойка, это каты, допустим. Максимум по k. Вот это расстояние ρ от k. Но если начинаем сначала к первому, с первым образцом. И вычитаем расстояние ρ от k. Если оказалось, что какой-то кластер ближе всего к нашему образцу, то мы подвигаем кластер к нашему образцу. То есть начинаем двигать кластер. Ну, здесь вот я на примере ясно, что у нас пятый, ну, давайте в первый начнем. Раз в первый. Первый. Первый образец ближе к чему всего. К первому. Первому же кластеру. То есть у них самое большое близкое расстояние. Значит, поэтому сам большой ρ сам большой ρ Ну, после этого мы двигаем. Получается если вот примитлено к этому. W первый у нас вычисляется по формуле. Здесь уже как вектор считается. W вверх первый. Штрих новый. Значит, W первый уже был у нас заданный фиксированный, который попал в эту формулу. Берем W старый первый без штриха. и плюс коэффициент обучения называется это. Ну, если 0,5, то это берем средний. Значит, смотрите, дальше так, я беру на свете вот образцы коэффициент иксы икс. Ну, там в случае речь идет от первого. Первое минус W первое то есть без штриха, без штриха. Что это означает? Это рот. Этот коэффициент это. Значит, верим таким образом. Но, если это 0,5, то это просто среднее. Давайте начнем с простого. Если это 0,5, то был такой кластер. После того, как мы просчитали первый образец со всеми кластерами, мы выяснили, что первый кластер ближе всех, мы его двигаем, а именно сюда помещаем. И решаем сдачу уже с другими образцами. То есть с первым разобрались. Он вроде как будто бы принадлежит первому классу, первому качеству, а это другие качества. Потом берем второй и смотрим и так далее. Но при этом, когда берем второй, третий и так далее, мы уже этот первый кластер уже подвинули. То есть уже по новому полю идем, по пройденному. Сейчас я еще цифру покажу, сейчас самой идеологии. поговорим с это сутка это если у нас это равно нулю что это означает? Значит это ноль значит просто мы не двигаем. Это глупо не двигать. Или знаете когда люди осторожничают в этих сдачах двигаем чуть-чуть маленький там 0-1 тогда мы вот этот кластер чуть-чуть подвинем к этому образцу. То есть осторожничаем. И наоборот там кто хочет очень побыстрее все сделать к примеру это неправильно. Кстати выбор коэффициента это тоже никак не обоснован. Вообще вот в этой системе нейронных сетей там больше неизвестного чем известного. В основном больше экспериментальное. Вот я говорю 0-5 а кто сказал что 0-5? ничего доказанного там нет. Ладно если единицы взять то это сократится и получается новый кластер просто совпадает с образцом. То есть мы грубо говоря приединить свой образ и сюда воткнем его. Все готово. А остальные делаешь как хочешь. Вот такая система. Но тут еще сложная вещь еще метод штрафных санкций. Вот слово санкций нам известно. А санкции здесь чтобы условную такую справедливость навести в этой задаче надо сделать так чтобы этот образец не все время выиграл или этот кластер все время не выиграл. Вот допустим кластер он выиграл да? накладывать некоторые штрафные баллы вот в эту сумму домножить еще на некоторые коэффициенты есть. Но давайте пока мы не будем это делать потому что это более тонкая часть задачи. Ну а теперь вернемся к нашей задаче где у нас конкретные образцы и конкретные кластеры. Ну начнем с простого кластера. Кластер дается случайно. я задал просто случайно пять нет три вектора четырех размер размерности четыре то есть четыре координата вот четыре координата у каждого вот ну случайные цифры там три два один это не принципиально. Иногда их там нормируют чтобы они все на окружности поместились к сумму квадратов допустим даже быть константом допустим единица. Но это не принципиально пока это не принципиально. Вообще бы эти нормировать если мне сумма квадратов явно это не одинаково получается. А если поделить на норму то это более-менее будет более реально. дальше как кодируются вот эти то что называется бактерии под микроскопом вот я вижу вот такая форма а как закодировать чтобы это математическая модель то есть всякую картинку превращаем в цифру в данном случае это не цифра вектор тоже математическая величина однозначно определяем но уже сейчас однозначно мы условимся так поворот на лево нет давайте справа начнем поворот направо от базы это будет единица движение прямо двойка движение налево тройка то есть смотрите вот вот эта вот картинка вот этот вектор это вектор x1 вот это мы не смотрим это база корень движение прямо 2 пишем 2 опять движение прямо 2 2 теперь от этого предыдущего поворот будет у нас направо значит 1 а потом от этого повернем налево 3 получается 2 2 1 3 так с вами все кодируются ну после чего составляется вот такое скалярное произведение x и вот тут цель все образцы разместить по кластерам а кластер может подвигаться то есть вообще грубо говоря меняется характеристика качества ну допустим сначала мы считаем что высшее качество у кого-то автомобиля это что у него все прекрасный цвет и звук и скорость и нагроемкость и все и время достижения 100 км в час за сколько-то секунд все это важно а потом начинается эти кластеры двигаться и это нет это не так важно и он его характеристики его координаты меняются вот смотрите вот мы сейчас двигаем измеряем расстояние между первым образцом 11 и первым кластером так посчитали получили получили получилось 15 ну а потом посчитали остальные ρ1-2 тоже казалось 15 здесь запишу на место больше нет ρ1-2 тоже 15 то есть расстояние этого образца до второго кластера тоже 15 а вот расстояние 1 образца до 3 кластера оказался самый большой то есть он ближе всего оказался не обращайте внимания на эту картинку она была чисто в общих соображениях а здесь у нас уже конкретика конечно можно было вот эти все тоже здесь изобразить но как ты изобразишь четырехмерное пространство в данном случае у нас четырехмерное пространство стало быть у нас третий победитель является у нас третий третий кластер следует третий кластер мы двигаем то есть у нас имеется изначально там было три кластера W1 W2 W3 изначально у каждого кластера было штрафно 21av1 а потом если он подвинется то у него уменьшится то есть сейчас может не подвинеться сейчас это образец выберет другой кластер который с большим коэффициентом один чем больше это значит продолжим мы подвинули первый образец и изменили его кластер которому он подвинулся он подвелся сначала к третьему получился новый получился новый кластер и второй образец сначала сначала пройдем первый цикл 1 образец 2 3 4 и кажется когда мы выбираем это образец то система картина кластеров меняется тоже движутся и так после первого образца который выбрал третий кластер то есть к нему как и приблизился потому что кластер двинулся кластер третий остался потом уже берем второй образец считаем род 2 1 2 2 2 3 а вот это мы считаем уже по новому кластеру дубль в три штрих здесь дробный понятно что изначально все было целое откуда дробно возникло потому что сам кластер с дробными координатами получается что надо опять третий кластер двигать раз он опять выиграл у меня самое большое значение 15 из 5 значит после этого мы еще уменьшаем этого кластера с лишь после первого основной 0,9 то изначально было вот первое расстояние вот это 15 мы прочитали при единице вот это расстояние мы уже просчитали при 0,9 какое расстояние читали вот это при 0,9 ну и дальше с каждым разом все уменьшается уменьшается если он подтверждает каждый раз но второй раз победил значит уже 0,8 теперь рассмотрим третий образец третий образец посчитали получилось что победитель первый а у первого была шторфа на координате 1 значит мы первый двигаем изначально конечно сначала в самый первый раз мы с единицы двигаем ставим единицу а уже после того как мы подвинули мы уменьшаем до 0,9 получился новый кластер W1 и движемся дальше берем четвертый образец сравниваем со всеми тремя кластерами при этом в третьем кластер уже коэффициентом 0,8 в первом кластере уже коэффициент 0,9 и вот сравниваем три числа оказывается победитель опять первый кластер вот такой формуле мы вычисляем то есть мы первый кластер подвигаем к тому образцу который к нему приближе первый или четвертый образец все это является первый кластер вот получилось что новая картина для кластеров то есть у нас после первого прохода образцы естественно остались на том же месте то есть значение координат ну никак не меняется а кластер начинает двигаться ну потом естественно что можем предположить мы пройдем еще цикл еще цикл еще вопрос конец когда-нибудь этому будет ну там дальше условный конец допустим если вы заметили что после кого-то n-того прохода у нас разность между n-того прохода у нас разность между n-того проходом у какого-то там максимальное расстояние между кластерами меньше чем определенного там эпсилон то может становиться то есть по точности движения когда это все устаканится и окажется что сдача будет выполнена то есть каждый образец найдет свой кластер но таким образом если у нас был там тысячи там элементов которые мы выпустили на каком-то заводе определенных приборов мы распределили по трем сорт первый сорт второй сорт третий сорт а если касается вот этих вирусов которые лежат под микроскопом то мы хоть можем сообразить там это ашин 1 и 2 там там ковид 19 то есть мы все эти образцы сети элементы которые мы там наблюдаем можем подразить по форме вообще с точки зрения здравого смысла трудно сравнивать несравниваемое вы знаете например комплексные числа вообще нельзя сравнивать а вот тут тоже там две характеристики независимости по иксу и по иврику уже две независимых характеристики уже сравнивать нельзя комплексы не сравнивается а тут для простейшей задачи у нас раз два три 4 4 координата 4 характеристики независимые а в жизни бывает там хоть тысяча вот как раз тут нейронной сети хорошо работает теперь как выглядит нейронная сеть от чисто условно сеть называется коханана массовый раз картинка которые вот полуторных стежек назывался карта коханана а вот сама сети сейчас рисую чисто формально нарисую эту сеть коханна помните уж у нас пять образцов еще тоже называется вход вот один два три 4 5 5 5 ходов это будет x1 там это x5 теперь их надо как-то рассортировать в три группы нас было три кластера условно вообще можно сделать и больше и меньше но единственное что нельзя сделать кластеров больше бессмыслиться чем образцов вот у нас допустим три кластера это w1 w2 w3 изначально изначально эти все изначально все эти образцы пока неизвестно куда продлежат то есть первый образец то ли он сюда то ли он сюда то ли он сюда неизвестно вот этот вот проход потом будет уже активируется значит то же самое 2 неизвестно куда то что называется полный двутольный граф как называется если с точки зрения низкой этой математики это к 53 к 53 ну и я не буду все рисовать будет конечно такая громоздкая сеть называется все совсем соединено вот это называется сеть коханна если все нарисовать тут конечно будет полная сумятица вот ну и на выходе выход 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 если у нас ответ да или нет то есть мы задаем образец образец и получаем на выходе как а куда он принадлежит если первый образец задали то здесь должен активируется будет думать и фактически вот я бы не сказал бы что сеть коханна это сеть я бы все-таки назвал бы алгоритм кластеризации то есть я как ведь я решил задачу и картинку не рисовал вот эти картинки сетью больше подходит для сдачи обратно распространение ошибки там действительно мы вот эти вот веса меня и в зависимости от прохода там еще у нас есть сдвиг там отдельный разговор про алгоритм обратном состоянии ошибка а это все-таки скрыт алгоритм небольшое дополнение я вот в этом на кадре говорил про перемещение кластера показываю на букву это и а говорю про штрафной коэффициентом штрафной коэффициент это с вот он вот он вот он а это коэффициент это 0 5 он вообще не меняется меняется коэффициент с штрафной коэффициент который переписывается каждому кластеру и со временем с каждой победы уменьшается. А этот коэффициент это 0,5. Но я уже говорил, что 0,5, там может от нуля до единицы. Так, и второе дополнение, это по поводу того, что вот этот текст, который я изложил, это из моего сайта. Вот прям вот этот пример я один к одному изложил в PDF. Сейчас я вернусь. Это на моем сайте ВУЗ-экспонента. Там вот здесь вот, называется медштрафные коэффициенты. Кстати, здесь можно потренироваться, сами задачи порешать. Вот видите, эти задачи с ответами. Возьмите, вот потренируйтесь, тут все риса указаны. А второе, то, что все это в архиве задач. Вот архив задач. Видите, здесь ВУЗ-экспонент.ру. Да, еще забыл, там есть у нас и эти программы для МЭПЛа. Вот. Медштрафных коэффициентов МЭПЛа программа. А, нет, она в архиве. Отмена. А у меня есть и не в архиве. Вот Коханова. Ну, там нет, это Хемминга. В общем, есть. В архиве раскрутите, и эту МЭПЛа программу можно вполне посмотреть. Смотрите. Смотрите.